Добрый день, дорогие друзья, на связи Австрия. Меня беженцы, новоприбывшие в Австрию и украинские граждане, спрашивают, Адар, как можно быстро выучить австрийский и немецкий, какие методики применяются и как вы учите. Я сам уже давно сдал экзамены А1, А2, Б1 и Б2. И для меня важно повторять и слушать, и слышать правильную, обратите внимание, грамотную австрийскую речь. Прошу не путать со швейцарским, это отдельная группа языков, и с немецким, это Гамбург, допустим, или Берлин. Один из примеров, смотрите. Видно, да? И прочее, прочее. Наши учителя придумывают разного рода методики и постоянно их применяют, обучают. Вот смотрите, вот здесь на двери что написано, да, видно. Что еще интересного? Вот, вон там наверху, вот видно, да, проектор. Можно смотреть мультики, можно смотреть кино, можно много чего смотреть и изучать. Но самое главное и самое важное, вы должны слышать австрийскую речь. Не важно, какие носители, сам человек, или радио, или кино, телевидение и прочее. И вы должны за этими носителями абсолютно точь-точь повторять. Понимаете, суть не в том, что крутая эта языковая школа, да, или шпрах и курс, или важный, или какой-нибудь очень крутой учитель учит немецкому языку. Или же профессор, конечно, безусловно, нужно обращать внимание на то, кто вам преподает. Не какие-то иностранные преподаватели из Турции, из Румынии и прочее, прочее. Мы выступаем за дружбу, но немецким языком обладают только рожденные в Германии, Швейцарии и Австрии. Все остальные, это у них уже будет либо второй, либо третий язык. Вот. И еще раз повторимся. Повторяйте, слушайте радио и прямо одинаково говорите на этом языке. Спасибо.